МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тады было отзначено, что республиканские магистрали привели у добрый стан и теперь треба больше активно займаться дорогами у регионах. По выниках нарады президент доручил проанализовать разные способы будавництва дорог, вывышать международный опыт. Об этом сегодня керавнику державы доложили специалисты. Закладка Городнины и Садовины у стабилизационной фонды Гомельской области идея запереджением графика. Створение запасов будет завершено до 15 листопада. Про это поведомил начальник регионального управления гандлю и послуг Александр Качан. Темпы закладки плодогородненной продукции у разрезе ее наимене шмат учим адлюстровують ход уборочной кампании. У приватности у регионе убрана уся цыбуля, урожай якой склав больше 20 тысяч тонн, а бульбы накапана амаль 90 тысяч тонн. Набирая обороты уборка морквы и бураков. Заходячи из объема урожаю, запасы дозволить забеспечить безперебойное поступление мясовой Городнины у гандлювую сетку в области до конца весны. Нацбанк с 18-го сетчика знов снижает ставку рефинансования. На гэтый раз на паупункта с 11,5 до 11% годовых. Сирот инших экономичных новин тыдня на разгляде президента Беларуси знаходится допрацованный вариант декрета номер 3 о попереджении социального утрыманства и ключовый документ по либерализации экономики – проект декрета об развитии предпринимательства. Подробности у экономичным аглядзем. Так само у выпуску. Два институты по пытаниях жилево-комунальных послуг и податковых консультантов худко з'явятся у Беларуси. 10-го и 12-го кастричника фонд «Гомель Аблмайомость» проведе аукционы по продаже дзержмайомости, якая не выкарастоваяться. На торги выставить 27 объектов. Об этом и не только глядите у программе «Экономичный агляд» сегодня на телеканале «Беларусь-Шатыры» у «Гомель» у 20 годин, 20 хвилин. 7-го кастричника мясцовые улады проведут шарговые промые телефонные линии. На пытание жахаров Гомельской области откажен наместник старшиня Аблвы Конкама Владимир Александрович Привалов. Звернуться до его можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у «Гомели» 33 12 37. А у «Гомельским харваканками» правую линию проведе перший наместник старшини Александр Иванович Сиваков. Нумер телефона 33 09 59. Не уличили умовы на дворье и не заховали дистанцию. Сегодня ранецей на улице Советской, каля припынку университет, отбылась авария за делом пяти легковых автомобилев. Никто не потерпел. У «ДАИ» означают, дорожная ситуация в области в ближайшие дни будет складанной. Прогнозуются дожжи и туманы. Держа «Аутоинспекция» рекомендует водителям быть уважливыми при проезде пешеходных переходов. Варта проверить справность фар и габаритных огнев. А пешеходам обозначить себе светлоотбивальными элементами. При этом температурный фон в ближайшие дни будет у межах климатичной нормы. У регионе у ночи чакается от 3 до 8 градусов тепла. У день будет 10-13 градусов выше и за 0. Когда станет тепло в наших квартирах, что делать, когда после включения отепления батареи холодные? Те правда, что нас чакает суровая зима. Запрашаем вас до диалогу на тему старт отепляльного сезона. На питание откажет наместник генерального директора Державного объединения жильево-коммунального господарка Гомельской области Вячеслав Пархоменко. Глядите диалогу про мым эфира на телеканале «Беларусь-Чатыры» сёня у 19.01.20 хвилин. Нумер телефона у студии 34.00.43. Проверка на трывалость, худкость и профессионализм. Сёня на базе специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС отбылись и международные споборненства по пожарно-воротовальным спорте на Кубок Дружба. Яны проходят на протягу амаль 40-х годов. Сё лето у дел примают команды с Гомельской и Бранской областей. Кто стал переможцем, доведались наши корреспонденты. 30 воротовальников с трёх команд и только один кубок. На шляху до ягон стомя тровка с перешходами, уздым на четвёртый поверх, учебные вежи и боевое разгортвание. Мастерством у этих дисциплинах мерялись и воротовальники с Беларуси и России, Гомельской и Бранской областей. Тому это споборненство не только спортивный поединок, колей Махчимас обменяться в опытом. Наши ветераны, которые уже находятся на пенсии, которые находятся на заслуженном отдыхе, начали этот турнир 39 лет назад. И я, ещё будучи молодым лейтенантом, выступал на этом турнире. Я сам занимался пожарно-спасательным спортом. Поэтому на данный момент я хочу сказать, что не мы эти традиции начинали, но мы должны эти традиции продолжать. Всё это споборнство оказались особливо складанами, бо выконовать некоторые дисциплины доводилось под дождём. Первая из них стометровка с пирожкодами, включая передоление двухметрового плота, подхват 5-килограммового рукава, затымящий некольки пирожкод. Даредший рекорд у этой дисциплины в нашей краине належит гомельскому воротовальнику Владимиру Стральченям. Другая дисциплина – подъём на четвёртый поверх в учебные вежи, где узбираться приходится с допомогой лесвецы в агой 8,5 килограммов. И тут агольный республиканский рекорд так само належит у Владимиру Стральченям. Во-первых, это напрямую связано с нашей деятельностью для спасения людей, каждую секунду на счету. И чем быстрее мы взбираемся на четвёртый этаж учебной башни, тем в реальной жизни мы быстрее придём на помощь. Конечно, выиграть. Больше никаких настроек нет. А команде успехов и удачи. Команда Владимира Стральчене одразу была головным претендентом на лидерство. Некольки дён тому с перемогой воротовальники вернулись с чемпионата у свету, який проходил у Турции. Тому выник с поборництва у продказальны. Перемогу отримала команда Гомельской в области. Ганна Ковалёва, Максим Савин и Гармарыщенко. Телерадио компания «Гомель». Два жахары Мазыра скрали велосипед, але ніяк не чекали убачить себе на телеэкранах, а потом и у социальных сетках. С добычу вырешили тихо вернуть на место, але позбегнуть покарание им не удалося. Вызначить особи двух зломысников, які зарабляли крадяжами велосипедов, отрималося, дякуюч камерам вида на зеранне и необыяковости жахару Мазыра. Характерно, что злочинцы спробовали выблытиться с деликатной ситуацией, с минимальными наступствами. Убачившись себе на телеэкране, яны вернули скраденный велосипед уладальнику. Благодаря тому, что дом был оборудован системой видеонаблюдения, была изъята видеозапись с изображением предполагаемых преступников. В последующем указанная запись была направлена на телеканал Мозырь для того, чтобы опубликовалась в соцсетях и на телевидении. Буквально на следующий день злоумышленники, которые похитили этот велосипед, вернули его на место. Кожное злочинство варто покаранне. Позбегнуть отказности за зробленное велосипедным злодием не удалось. Их затримали праздникальки дён, дякуючей пильности мясцовых жахаров. У милиции означают, зоркое вока камер вида на зеранне и подрымка СМИ допомагают у работе. Але таких выпадков можно позбегнуть, коли уважливо ставиться до своей майомости. Уластная бестурботность часто робит людей охвярами злачных замахов. Недавний выпадок у удачном кооперативе тому подтверждением. Неустановленное лицо, находясь на территории садового товарищества «Нефтеперерабочек», расположенном близи деревни Загорин и Морского района, воспользовавшись незапертой дверью, проникла в салон автомобиля «Форд Транзит», откуда тайно похитила сумку с находящейся в ней денежными средствами, документами и иным имуществом, принадлежащим одному жителю города Мозыря, который в этот момент находился на территории своего удачного участка и не наблюдал за автомобилем. Оперативники протягивают шукать злодей и у Чарговы раз нагадывают «Будьте уважливы, сачите за своей майомостью и не забывайте зачинять у выходные двери и автомобили». Протягиваем выпуск. Представники Гомельской области рихтуются до удела у 19-м Сусветном фестиваля молодых и студентов. Если ждет на форум, который с 14-го до 22-го Кастричника будет проходить в Сочи, отправится 25 человек. Олег Сентяров подтекавился, как идея подрыхтовка до этой подеи. Сегодня в гомельских школах тишиня, и не только потому, что ученики на занятках, у членов пионерской организации в этой дне вельми отказное задание, и они рыхтуют сувениры для международного фестиваля молодых и студентов. Сувениры, которые белорусская молодость представить на форуме, это заброняты. В первой школе для их выработки притягнули пионерский актив. Работа нескладанная, но она потребует уваги и усердливости. Каждый выполняет свою операцию. Это, кажется, принцип пионерской организации, работа в команде. Усяго у гомеля выработать 100 таких сувениров. В целом по краине 500. Подчас выставы, которую организует белорусская делегация, их можно будет не только увидеть, а и отримать на память. В рамках этой выставки предложат также участникам что-то сделать своими руками, а в частности взять этого зубрёнка, пришить ему красненькую попону с символикой пионерской организации и забрать этот сувенир себе на память. Как и о форуме, как и о стране Республики Беларусь. В составе белорусской делегации, которая на наступном неделе накируется на сусветный фестиваль молодей и студентов в Сочи, представники разных громадских организаций, БРСМ, Республиканская Скаутская ассоциация, Белорусская ассоциация клуба ЮНЕСКО, пионерскую организацию, представить вожатые, у темнику гомельчанка Галина Друсь. В международных форумах я напрямую делал не в первый раз, а тому в Сочи плануя не только познакомиться с новыми собрами, а и встретиться со старыми. С этими людьми мы поддерживаем отношения до сих пор, они нас поздравляют с праздниками, помогают с какими-то идеями, мы им помогаем. То есть сказать, что эти отношения обрываются, нет, это не раз съездил и все. Это приобретение колоссального опыта и, конечно же, это приобретение тех знакомств, которые потом, к счастью, остаются. Сусветный фестиваль молодей и студентов еще не открылся, а для его будущих худельников, юношу, головная подея года. На початку наступного дня, жанночная участка делегации отримает специально пошитые для удела у форума костюмы. Мужчины свое оденье поспели уже примерить. Для усих белорусских худельников их вырубили на гомельском коминтерне. Хоть костюмы с национальной символикой не оденны, чем белорусы будут издевлять. У планах презентация студ от радовского и волонтерского рухов, распроцовок молодых белорусских новаторов, взробленных в рамках проекта 100-д для Беларуси, а так само белорусских традиций и досягнений Украины в разных сферах. Также, как представитель гомельского отделения белорусской железнодороги, я бы хотел там встретить представителей УАО «Российские железнодороги» и поделиться с ними своим передовым опытом, поинтересоваться у них, как у них налажена работа, и что-то по приезду внедрить у себя здесь. Олег Синтеров, Водереги Панько, телерадокомпания «Гомель». 15 листопада завершается прием заявок на конкурс на распроцовку талисмана других европейских гульнях, які пройдуть у Беларуси у 2019-м годе. Принять удел можа кожны. Для этого треба пропоновать идею талисмана, выяву и имя. Свои пропоновы, до речи, уже выказали вядомые белорусские спортсмены и дейши культуры. Так, главный тренер сборной Беларуси по веславане на байдарках и каное Владимир Шантарович лечит, что талисманов еврогульнях мог бы стать звоночек. Для меня Беларусь – простор, безмежные поли и луги, где расте мнозство кветок. Сирот их, мне здаецца, для талисмана наибольш падыходзець звоночек. Ён символизуе нашу тонкую и цікавую культуру. Адзначаў у Владимир Шантарович. На думку бронзовага призёра летніх олимпийских гульнях 2016 года по греко-рымской боросьбе Джавида Гамзатова, на ролю талисмана падыходзець тыгр. Тыгр уявляе сабой высокороднаць, силу и худкаць. Гэта живёла з вельмі прыгожай афарбовка, якая граціозна рухаецца и худка бегае. Я лічу, што тыгр цалкам падыходзець для таго, каб быць талисманам других еврогульнях, які пройдуць ў Мінску ў 2019 годзе, сказаў спортсмен. Даслась заявкі на конкурс трэба на электронную пошту. Адрас вы зараз бачыцца на сваіх экранах. Приём заявок завершаецца 15-го листапада. Пераможццаў назавуць 15-го Снежня. Уладальнікі трох прызавых меццаў атрымаюць запрашальныя билеты на мерапрыемствы другіх ёропейскіх гульняў, а таксама комплекты парадна-спартывныя екіпіровкі націянальныя зборныя Беларусі. Майстры польскага малюнка. У палацы румянцевых і паскевичаў адкрыласья выстава са збораў падляшцкага музея ў Беластоку і окружнога музея ў Сувалках. Гэта чарговы праекты роганізаваны пры патрымцы польскага инстытута ў Мінску і накэраваны на знайомства з мастацкай культурай краіны-суседкі. У експазіціў бош як 300 графічных твораў польскіх майстров 19-го, 20-го стагодзеў. У гомілі яны демонструюцца ў першаню. Выставу характырызуе багатая жанрова разнастайнаць. Партреты і карыкатуры, пейзажи, і сюжетные замалёвки, історычные сцены і фантасмагоры. У Палаца Румянцевых і Паскевичаў можна убачыць роботы таких знакамитых польскіх мастакоў, як Юліюш Косак, Ян Матэйка, Станіслав Віткевич і многих інших. Експазіція представляўе наведвальникам цікавы творші матеріалы і одночасово з'являецца своясабливай презентациј польскіх музеў. Я очень рад, што мы могли привезти в Гомельский музей нашу выставку мастры польскава рисунка. Это большая колекция, это ценность. Мы хотели вам в Гомелье показать эту ценность. И дзякуўем Пальскому институту з Минска и дирекціў директору музеў в Гомле, што можем тутаў пријхаць. Гэта и іншая навіны вы можете знайсці на нашым сайці ў интернеті па адрасі www.tvrgomel.by. Далі ё эфіры «Спартывный агляд». З новінами спорту вас познайоміць Максим Савян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова